Папа Вовку попросил, чтобы он цветы полил. Вовка вырил пол ведра, из горшка бежит вода. Папа Вовке, вытри пол, от него разбухнет он. Вовка тряпкой трет буфет, так испортился паркет. Вовку бабушка зовет, принеси скорее йод. Он в аптечке над плитой, поскорее, дорогой. Только Вовка, он в ответ, под плитой аптечки нет. Не найду, иди сюда, поищи теперь сама. Мама говорит, сынок, нужно, чтобы ты помог. Я уйду на два часа, ты покормишь малыша, подгреешь суп в обед и в него покрошишь хлеб. Ты за старшего теперь и замкни за мною дверь. Зря все мама объясняла и подробно уточняла. Младший братик на обед съел мне суп, а пять конфет. Жаль, но Вовка он таков, в просьбах слышит пару слов. Чуть рассеян, ненадежен, невнимателен похоже. А сегодня Вовкин друг уезжал с семьей на юг, потому забраченка попросил на три денька. Вовка провожать пришел, а собачки не нашел. Друга нет, перрон кусой, просто час пошел шестой. Опоздал, опять подвел. Поздно к поезду пришел, нерадивостью своей удивил теперь друзей. Папа же Вовке так сказал. Бог тебе б не доверял, не построил бы ковчок без щелей и без парей. Знай, скажу тебе одно, вмиг пошел бы он на дно. Чем все делать, а бы как, лучше уж совсем никак. Ты пойми, пойми, сынок, это жизненный урок. Бог нас в малом проверяет и экзамен применяет. Тот, кто дело сдаст на пять, будет большим управлять. Знай, ответственность важна, верность Господу нужна. Постарайся, чтобы Бог все тебе доверить смог.